Продолжение следует... Как обычно, нам дали место, где дополнительные шумы, побольше народа. Слава Богу, что сегодня у нас есть несколько зрителей. Я надеюсь, мы в общей дискуссии решим вопросы, те вопросы, к которым мы сегодня собрались. Тема у нас простая – правила охоты новые, а проблемы старые. Ни для кого не секрет, что закон об охоте, принятый в 2010 году, претерпел на сегодняшний день уже порядка 30 поправок. И те правила в 2020 году, которые в новой редакции появились у нас приказом 477, претерпели уже порядка пяти дополнений и изменений. К сожалению, сегодня на нашем круглом столе не участвует много людей, которых мы на этот круглый стол звали, потому что проблемы большие, проблемы серьезные. И, к сожалению, на сегодняшний день мы не можем найти путей к решению. И, может быть, сегодня нам удастся, по крайней мере, в этом разобраться и подискутировать по этому вопросу. Итак, основные темы, которые предлагаю сегодня обсудить на круглом столе. Все они складываются из права применения за последние три года в судебной практике, которые, к сожалению, наказывают невиновных людей в том, в чем они не виноваты. Итак, основные проблемы, которые на сегодняшний день существуют. Можно ли находиться за щекленным бужьем в охотничьих угодьях перед открытием охоты в режиме транспортировки? Норма добычи и фиксация трофеев разрешения на добычу. Порядок использования сигнальных жилетов и одежды повышенной видимости при коллективной охоте. Суть проста. Закон написан, правила написаны. Госохотинспекция и производственная охота инспектора выписывают протоколы и акты административного правонарушения людям, находящихся в охотничьих угодьях, без документов на право добычу, ни сроков охоты. Об этом много раз говорили, в том числе закон об охоте, принятый в 2010 году, 1 апреля, статья 57, пункт номер 2. Любое нахождение с охотничьим оружием или орудиями охоты в охотничьих угодьях, ни сроки охоты, приравнивается к охоте. В том числе внесли нам этот пункт, пункт номер 4, правила охоты, где теперь любое нахождение с оружием приравнивается к охоте. Здесь возникает у меня самый главный вопрос. Насколько данная норма имеет место быть и как ее правильно трактовать? Потому что ни для кого не секрет, что мы все привыкли внутри из нашей культуры приезжать на открытие чуть раньше, заведомо за один день, сидеть у костра с друзьями, находиться в нирване. Но так оказывается, как показывает в последнее время судебная практика, что очень много протоколов люди выписывают за то, что они приехали и не имеют права находиться в охотничьих хозяйствах. Изначальное слово хочу задать Александру Башенко, он более широко раскроет эту тему. Потому что юрист именно в охотничьем праве с многолетним стажем, Саш, давай сначала поговорим о юридической оценке пунктов охоты, ну и в целом поговорим на эту тему. Добрый день, уважаемые, спикеры, лица, кто решил нашу проблему, так сказать, экспертный совет посетить. Я Александр Башенко, специализирующий в сфере охотничьего хозяйства, юриспруденции, и осуществляю правозащитную деятельность. Постараюсь более объективно, быстро, и никто, думаю, не обидится, если буду почитать по риску, для того, чтобы у нас все проходило быстрее. Освящен основные моменты. Проблема правил применения и не обоснованных мер административного наказания охотников за нарушение правил охоты. Ну, это вот, это просто мой тезис. Сегодня мы поговорим об орудиях охоты, при равном к охоте, по нахождении с орудиями охоты в охотничьих угольях. В субъектах у нас, ну, субъекты у нас основные, так скажем, о ком мы сейчас будем говорить, потому что в орудиях охоты у нас по всей России. Служилась такая практика, когда виновны всем надельцы оружия. Оружие, подчеркиваю, почему, потому что изначально вы надеете оружие, а не орудие. Орудие у нас снова, все-таки, только в определенных случаях. И нет никакой разницы, какой пункт правил охоты нарушает охотник. Нарушил охотник. Как нарушил в результате противоправных действий и противоправного бездействия. То есть, вы можете что-то активно нарушать, вы можете ничего не делать и быть нарушителем, к сожалению. Чтобы стать нарушителем, достаточно нахождение у охотничьих угольников с оружием. В любом у вас состоянии. Состояние оружия у нас по закону об оружии, по 814 постановлению, это их три. Перевозка, транспортировка, ношение. Ношение непосредственности на целях охоты. Так вот, по ухождению с орудиями охоты, подобно на вся системе наказания. Почему так стало возможно? А вот почему. В одного угла и встали вообще любое мнение помещенных органов с их усмотрительным, порядком привлечением. То есть, критерии привлечения настолько широкие, привлеку-непривлеку, все природится, к сожалению, инспектора, и как он на вас криво посмотрит. И действительно, вы что-то совершили. Что же касается формулирования наряда, способствующего развитию данной ситуации? Ну вот, все, что ругают у нас, вот, проблемы с законодательством, охотники ругают со своей стороны, а по-моему, органы со своей. У меня была дискуссия буквально в суде, там, с техническими инспекторами. Не суть. Первое, что я хочу сказать, отсутствие четкого определения, дефиниции орудия охоты в законе. То есть, у нас получается терминология орудия охоты, как такового самостоятельного, определяющего человека, когда оружие становится орудием, нет. А именно, когда оружие гражданина становится орудием охоты. Ну, это даже вопрос. Просто, когда оружие привас, или все, и не все же преосуществление охоты с ней. Вот вопрос такой, это очень широкий, очень достаточно. Второе, это, о чем сказал Евгений, природные граждане, находящиеся в охотчем угодии с орудием охоты к охоте. Так все-таки с орудием или оружием. Тоже вопрос. Совокутность этих двух норм закона позволяет, в принципе, как бы, тактовать так или иначе. Вот, на мой взгляд, фириальный законодатель, закладывая законные инструменты, возможно, воздействия на нарушителей и неотвратимости наказания, да, принял статью 57 закона. Я считаю, что, в принципе, как бы, она имеет место в выделе и правильно сделана. Это для того, чтобы кто-то из нас, будучи недодорсовестным охотником, ехал с оружием, там, зачекленным, нашел лось, а везу, как бы, нашел, нашел, и все, и не острый вверх. Вот так нельзя делать. В инойной статье 57-я, это ответственность за нарушение законодательства, за нарушение в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. То есть, как бы, здесь даже наименование статьи нарушение языка или нет. Мы не говорим о принудции и прочих всех вот таких вот вещах. Вот часть первая, не будем ее цитировать, всем известно, тем и не не скажу. Виновные в большинстве законодательства охоты и сохранения охотничьих ресурсов несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Очень широкое рассмотрение, там, критерии, такая статья. Ну, самое здесь ключевое слово, на мой взгляд, виновные. Часть вторая, в целях, настоящей статье, в целях. К охоте приравниваются находимые в охотничьих более физических лиц. Сорудим, охота или продукция ухода. Вот это слово и или тоже непонятно, там, должен ты с оружием быть. Сорудим, у тебя продукция охоты при тебе или не должна быть. Истинный смысл названной нормой, ну, на мой взгляд, это привлечение к ответственным нарушителям, ну, о чем я сказал. Которые будут говорить примерно то, что он там ехал, нашел в ОСА. Что происходит на практике? Презюмция невиновности, статья 49 Конституции. Статья 1.5 КАПРФ. Добросовестный слизм, который предполагается, пока не доказанная норма, ну, это гражданские по отношению, тем не менее. Статья 10. И соизменимость наказания. Все это, вот, кто бы ничто не говорил, потому что противников, там, и позиции много разных. И, приводя выдержки из практики, это все не работает, к сожалению, не работает, если вы активно защищаете свою позицию. Здесь позиция статьи 8.37, основная, которая предусматривает санкции за нарушение правил охоты, она содержит в себе, там, и охватывает нарушение правил охоты, и по сторону их нарушения, сочетания, с нарушением установления правил охоты, сроков, и так далее, и так далее, и так далее. То есть их там несколько, начиная с первой части, 1, 1, 2, 1, 3. Так вот, хочу обратить внимание на что? На лишение специального права, охоту на специальное право. Вот у нас есть статья 3.8, когда пора, за что устанавливаются эти лишения? Здесь термия раскрытия. Устанавливается за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом. Вот, немножко откатимся назад. Если вас приравняли к охоте, будучи гневиновыми, на слово подчеркиваю, как бы, он такой тоже широкий критерий усмотрения имеет, а какое грубое нарушение систематическое в этом случае? Да никакого, к сожалению. Ни суть в это внимание не обращает. Хочу сказать о среднем революции и справедливости наказания. Вот, известная охотникам статья 7.11, ну, думаю, что правильно выразился. Надеюсь, мало неизвестно, потому что она не применялась. У нас статья 8.37 предполагает санкцию. Вот, допустим, взятие орудия охоты. Да? Зарушение правил охоты, которое следует у нас в многих из них пунктов через приоравнивание, через нахождение в охотчих угодьях. Сорудиями охоты, как написано. Как толкуется. 7.11 же предполагает там у нас, допустим, час первая. Пользуем веками животного мира без разрешения. То есть вы едете, у вас вообще нет разрешения. Пользованием, то есть пользуетесь. Охота – это ведь пользование животным миром. Вот вы пользуетесь, осуществляете поиск, ослеживая на добычу. У вас нет разрешения на добычу, да? А санкция части первой, вот этой статьи, вот, всего 11, она даже предполагает более мягкие наказания, чем 8.37. Как такое возможно? Саша, подожди, мальчик. Правильно я понимаю, извини, что я тебя перебью. То, что 8.37 предполагает лишение оружия. Это когда ты находишься в охотничьем угодье с оружием без разрешения на охоту. А 11.7, правильно я сказал? 7.11. 7.11, перепутал. Если у тебя вообще нету никаких документов с собой, то у тебя лишение не предусматривается в наказании. Это следует из части первой статьи 7.9. То есть проще всего... Как квалифицировать тут? Не понял. То есть проще всего, если тебя остановили, говорят, что у тебя вообще нету документов, что у тебя не лишили оружие. Получается так? Проще всего быть добросовестным охотником и как бы не подводить под вот эти вот вещи и думать, как их наступлю в том или ином случае. Проще всего законодателю обратить на это внимание и на соизмеренность и наказание. Так оно или не так должно быть? Саша, тут прецедент какой. Я так не рекомендую. Да, я сразу хочу просто обусловливаться тем, мы прекрасно понимаем, что браконьеры, они никуда не пропадут и никуда не гинутся. И они в любом случае должны быть наказаны. И вот данный круглый стол для того, чтобы дать возможность человеку, который собирается нарушить закон, различные варианты предусмотреть, как избежать наказания. Данный круглый стол для того, чтобы выявить проблему, которая существует на сегодняшний день и попытаться ее решить. Если нужны изменения в законе, давайте собираться и принимать решения. Есть инициативные группы, которые собираются ежегодно и принимают эти решения. Поэтому в конце круглого стола мы в любом случае перетожим для того, чтобы обычному охотнику жилось проще. Давай продолжаем. Интересно. Я просил водительницы 8.37, у налога привел, сказал, что несправедливость, административное наказание не относится быть. Ну давайте обратим на часть вторую силу водительницы. Добыча, то есть вы сидите на медведях, кобытных животных и медведях, то есть относящихся к охотникам и присутствиям, без разрешения, либо с нарушением условия разрешения и так далее. Мы будем говорить о добыче. Санкция даже не предусматривает штраф. Она предусматривает лишение права охоты от одного года до трех лет. И все. А в 8.37 у нас настолько критерий широкий, там и штраф. Ну это понятно, как бы там соизноевренность наказания предполагается, но тем не менее они близкие, санкции содержат и одна, и вторая. Если ты двигался, транспортировал свое оружие через охотничеугольник, добросовестный, не успевая охоту, тебе в принципе могут штрафные санкции принять такие же, как за 7.11. Почему? Потому что по-другому, потому что так толкует. Что хочу сказать про санкции вообще статьи 8.37, касающиеся физических лиц охотников. Так вот, 8.37 предусматривает вообще санкции за нарушение правил охоты. Не закона, а правила. Мы опять подходим к церкви второй статьи 57 закон об охоте. Так она не относится к правилам охоты. При этом в каждом протоколе, в каждом утюге, в каждом постановлении практически, ну с чем я сталкиваюсь, где как бы 50-50 охотник виноват, не виноват, вот эти статьи, они написаны. Зачем? Для того, чтобы усилить. Потому что прямого состава, как правило, нет. Значит что? Чтобы она работала, вот эта вот статья 57, еще надо перенести в правил охоты, что и сделали нам. Теперь у нас, громкоговорящий пункт 4 правил охоты, Минпровод России, что взяла? Взяла эту часть вторую, без учета части первой, перенесла в правил охоты, и вот нам, пожалуйста, пункт 4 правил охоты. Так оно, в том числе и правил охоты, не садилит в себе какого-то запретительного характера, а только приравнивательную меру, да? И само по себе ее, к сожалению, и к счастью, нарушить нельзя, но тем не менее, никаких так есть. Вот теперь все обязательные требования правил охоты, не будучи на правилах нарушенном, подчетка, подгоняются под нахождение в охотчих угодек с орудиями охоты, которые, как я сказал, неопределенно четко в законе, меняются в ему опосредованно. То есть вот вам такой семиэтажный, эти вещи пишут, на самом деле мы ничего не нарушили, я просто сталкиваюсь и знаю. Я не говорю о том, что с вами правильный и неправильный, я там не могу так говорить, и все убеждения, и законодательства и так далее. Но тем не менее, на мой взгляд, это неправильно и имеет место быть, и по всей России. А я сказал, что сам по себе пункт 4 правоохота не содержит себе запрета, а она нарушить-то его нельзя. При этом, что у нас происходит? Бдитель инспектора, описывая события правонарушения, указывает в протоколе якобы нарушенный пункт правильной охоты, какой-нибудь из них, не знаю, достаточно много, да? И дальше пошла прископская, поскольку нахождение приравнивается, там, наверное, это вообще я поставил, ну, для себя там. Значит, вы осуществляете охоту с вашим оружием, подчеркиваю, оружием. И именно поэтому нарушили то-то, то-то, то-то. Вменяеме нарушения имеет настолько изначально характер, что просто не придумаешь. Я дальше приведу примеры, но в теме сталкивается, это просто туши след. Доклад, смотрите, когда процесс привлекания происходит, там, составляет протокол, да, в соответствии протокол вообще в части описания совершенного правонарушения, деликта, и в соответствии данного описания состава в соответствии на протоколе, это вообще один из принципов оперативности и законности КАП. То есть это всегда должно быть соблюдено. Инспектор привлекательно составляет протокол, должен написать события, очень полно и объективно отразить все. На деле этого не происходит. Не буду говорить, что такое состав, но тем не менее. Некоторые инспекторы, вот, на мой взгляд, в исторкое обнаглении, вот тоже сейчас приведу конкретный случай, что даже не описывают все авторитетские дела. Ну, а зачем их описывать? Когда есть пункт 4, и часть 2 статьи 37, в отрыве там, то, что охота есть охота, и так далее, что применится в части, в целях части 1, это настоящая статья, да. Другий нарушитель. Нарушитель, да, но не с другими нарушителями. То есть длиннее, как такового, правилового, с точки зрения, сильно мы что-то нарушили, а не не сильно, там действительно нарушили, действительно там, транспортировали, ехали, или там, добыли медведя, без разрешения, ну, это по 7-11, но тем не менее, что по молодой понятно было, все одинаково под одну гребенку гребутся. И люди, кто не может себя защитить, потому что это лес, это не на дороге, там, где-то дерево со стороны города, которые, где полиция там, ну, так скажем, у них регламента достаточно много, здесь это все не регулировано. Протокол пишется вот такой. Часть истории, часть 20-ти обязательств, и ничего не будет там еще. У меня сейчас случай такой, что судья сама взяла, дописала, выгодит, говорит, где, но тем не менее. И так, если вы на ходе в границах, подчеркиваю, не на ходе в границах, например, на дороге машина выгодичная зачехлена, а вы едите на автомобиле, и что? Вот, наружили вы? На мой взгляд нет. Вы же не осуществляете действия охоту. Но, тем не менее, по мнению инспектора, вы находитесь с орудиями охоты. Поскольку он уже оружие, это мы опять возвращаемся к тому, что на стены орудия охоты нормально не прописаны. Он блокетно отсылает нас к закону об оружии, а там оружие в новом состоянии. Транспортировка, перевозка, машины, как раз таки в целях охоты. И нет разницы осуществляете охоту с присущими элементами действия или не осуществляете охоту. Оружие ваше применяет к орудиям охоты, ну и так далее. А практически, кто понимает, вся территория Российской Федерации, за исключением населенных пунктов, для понимания, вся состоит из охотничьих угодий. Где бы вы не ехали за границей населенного пункта, так или иначе, вы не находитесь в охотничьем угодии. И по логике происходящей ситуации получается, что вы должны в каждом охотничьем угодии иметь не только разрешение на добычу путевку, да, но еще думать. Курьезный случай, у меня был в Тюмени, человек ехал с разрешением на добычу, с путевкой, сроки охоты на телезренный уток живет под собой ванная утка. У него не было утки в машине. Он говорил, инспектор, так я вот через 3 км у меня друг сидит, там несколько уток. Ты находишься в охотничьих угодиях, непосредственно сейчас здесь, у тебя должна быть в машине утка под собой. Он говорит, так я не охочусь, а ты находишься в охотничьих угодиях. И что они не имели охоту недопустимым способом. Самые курьезные случаи и вообще что я сделал для себя. Я подключился там на этапе достаточно поздно, вверху на суд не проиграли. Судья вообще не в дням в нашем туре. Ну, к сожалению, не в дням. Сейчас идет жалоба в конец судья в стране. Ну, что получается? Теперь все обязательно отрегулировали правила охоты, не будучи напрямую нарушен, подгоняется под нахожением охотничьих угодий строительной охоты. Будет форсироваться, если не надо. Которые, как я сказал, не приняли четко законы. По этому, где-то инспектор описывал события про нарушение указан в протоколе якобы нарушен правила охоты и дальше пошло так. Я об этом уже сказал. Хочу обратить внимание, уважаемые аудитории и охотников, особенно Министерство природных ресурсов, которое у нас кладезь всего этого происходящего хозяйства. Почему Миниприрода вообще не осуществляет мониторинг, применение и консолидирует данные, которые уже просто красным цветом светятся уже. Охотников лишают права охоты, а потом и оружие. И они уже утратили всякую надежду, не хотят этим заниматься. И все меньше и меньше и меньше. Такое ощущение, что по основу охоты охотника все просто забыли и игнорируют. Так не будет охотников, и это никому вообще ничего не надо будет. Вздумайтесь вообще. Вот есть у нас указ президента от 11-го года, есть постановление правительства от 11-го года, методика мониторинга, зачитай некоторые пункты интересные. Что включается в методика правопривнения? Сбор общения, анализа, оценку практики применения при его осуществлении. Анализируется оценка информации о практике их применения по следующим показателям. Часть из них зачитай интересные. Несоблюдение гарантирует прав свободы, документы интереса человека и гражданина. Искажение смысла положения на эти индикаторы. Так вот, Минприрода уже столько раз, наверное, я думаю, что каждый день кому-то разъясняет, что такое вообще нахождение орудия ухода и тендеррии. Наличие нормативных актов коррупционерных факторов не столь важных, непомнота в правовом регулировании общественных отношений, искажение смысла положения нормативных актов правоприменения, наличие идеальнообразной практики применения нормативных актов. Вот здесь заострю. Тихи счастливые люди, которые со своей деятельностью доходят до Верховного суда, практика может быть и такая, и такая. Один судья говорит, что нахождение в охотничьих угодьях само по себе как бы это написано охота, но вы должны осуществлять действия, связанные охотой, а если вы такие не осуществляете, такие ваше нахождение при армистской охоте. А другой пишет по-другому, и как вы думаете? У них там согласие не лучше попало твориться. Ну и один из факторов количества содержания заявлений по вопросам разъяснения акта. Ну вот из свеженького абсурда вам зачитаю и расскажу. Отец пятерых детей Александр Штифц Курган приехали до открытия охоты. Вот обращаю внимание, что меня удивило, у них не было признаков алкогольного опьянения. Подъезжают производства инспекторы. У вас бывание есть, разрешение есть, правило, путевка есть, документы все в порядке. Но охота начинается с 7 часов, то есть завтра. А вы сегодня не можете тут почему? А потому что нахождение выход чехугольных проявлений за охоте. Еще поехал по написанию. Я сейчас с этим говорю из-под из-за работы. Что пишет департамент? Я пишу департамент в Курганском мне объясните ситуацию, как вы видите. А они вот что пишут. Оружие может быть в любом виде как зачехленным, так и не зачехленным. Как собранным, так и разобранным состоянием. То есть они пишут и говорят и применяют это так, о чем мы говорим. То есть проблема имеет весть стабы действительно. А они втроедливо так считают, что не важно транспортируйте орудие, применяйте оружие, не применяйте. Оно все равно орудие охоты, даже если оно у лежит. Прибывшие полицейские не зафиксируют никакого состава административного нарушения, не составили. Именно вместо личной неприязни и она здесь принормливает, к сожалению, и не только в этом случае. Вот вам конкретный случай мониторинга применения права человека. Я теперь благодарю этому департаменту, защищаю этого человека, ну, как бы, судим часто. Ну, вот хочу подвести итог быстро, наверное, много наговорил. Какой вывод-то у нас? Только вносите изменения, потому что по-другому это не работает. Все разъяснения природы России, которые, казалось бы, там, основные органы, да, у нас, ведущие охоты, они не работают, субъекты, в кавычках скажу, плевают на все это вообще. А судам просто негодно с этим разбираться. Если вы не привлекаете кого-то и не понимаете, о чем речь будет, то судам тем более до этого делали, потому что, будучи написанным в протоколе нужные фразы, вот вам образуется состав, взаимохождение, а все, остальное не незначение. И все, все поехали. Теперь Росгвардия сломится от того, что у них оружие, которое сдали охотники и у них забрали его. Что я предлагаю? Первое, определить наконец в законе самостоятельное понятие орудия охоты или уж конкретизировать его, когда оружие становится орудие. Это я говорю, программ 6, абзац 11, т.е. 1 закона об охоте. Как я это вижу? После слов об оружии и запятой убрать слова так же. Я не зачитываю все, то поймет, то поймет. Что это позволит нам вообще сделать и видеть? Связать оружие со словами и используя при осуществлении охоты. Т.е. не в отрыве оружие само по себе, а как используя при осуществлении охоты. Следует остаться ясно, когда оружие становится орудиями и вопрос снимается. Это федеральный закон. Вариант 2. После слов об оружии и запятой про пункт 6 говорю, дополнить словами носимые, это у нас в 814-м постановлении такой термин есть носимые в целях охоты или применяемые при осуществлении охоты. Следовательно, так же становится не ясно, когда оружие становится орудием. Вот это должно исключить при равном к охоте транспортировке оружия и прекратить незаконные и обоснованные вообще преследования Куртукова. Я закончил. Спасибо. Спасибо большое, Саш. Очень здорово, что есть юрист с практикой. По крайней мере, он знает, как работают законы в зависимости от того, что и где написано. И сталкиваясь с разных регионов, ты как минимум понимаешь, неважно, что говорят, кто как трактует, работает это в том или ином случае именно так. у кого-то есть саш вопрос. Евгений, секундочку, я хотел там запомнить, там коротко написано, такой постскрипт будет. Из вот кричащих вещей про утку я говорил еще раз напомню. Ленит охотник по дороге. Его останавливает инспектор. У него есть с собой разрешение на добычу, путевку, с оружием все порядка его зачехлено. Ну, поскольку в разрешении на добычу не указаны и сроки, и в середине уток, весенний период, когда допускается охота, жили пацаны милыми утками, 3 километра человек не доехал в Бастану. Чтобы вы понимали, просто интересный случай. В 2015 году спектр, составивший протокол этого человека, был осужден, статью сейчас не помню, за подлог служебный составления вот таких материалов. И он до сих пор работает. Говорят, ему убирали, но тут не судить надо. Ну, вот, человека привлекли. Там, интересный случай, буквально сейчас, в Нурманская область, человек едет в весенний период. У него с собой также разрешение на добычу все там, все были документы, по-моему, на уток, на сельско-уток на охоте. У него оказались с собой 4 пункта. Ну, в Нурманская область триганы, вели и так далее. Вот, как бы человек не здесь снялся, вы знаете, что пришили? Охоту недопустимым способом. У-62-21, по-моему, нарушил. Там, У-62-21 правило охоты предполагает как бы использование оружия на охоту фамилина кис. Картищи дальше, у него были пули. Вот ему сказали, ты находишься в охотничьих угодьях с пулем. Ну, не важно, что ты не охотишься. Ты же находишься, значит, приравняется. Все вперед. Третий касационный суд в Санкт-Петербурге, сейчас жалоба пошла. И так далее. Вот таких случаев помню, но о которых я не знаю, их тем более много. Охотники же не соглашаются. Беда, ребят, беда, к сожалению. Спасибо. Давайте тогда, если никого, к Саше, вопросов нет, нету, я немножко, есть. Алексей Беляков, я представлю, потому что еще не представлял сегодня. Алексей Евгеньевич Беляков, заместитель главного редактора журнала «Охота». Саша, такой вопрос. Это не в правилах охот, скорее всего, обзагонено, обзагонено нам оружие. При перевозке оружия долго очень фигурировало, что если в машине находится, кроме одного охотника, еще несколько, и другие стволы лежат, то были случаи, когда милиция останавливает, начинает проверку и приравнивается, что допуск к оружию посторонних лиц. Были в практике такие случаи, разборки. Не было, вот доподлинно не могу сказать об этом на самом деле, потому что разбираться надо, я никогда вот так вот не знаю ситуации, не могу. Но вот из головы просто скажу, как устроены законодательства военного. По наитию, да. Ведь вы едете непосредственно рядом со своим оружием. Да, если вы едете впереди, допустим, если уж докопаться до столба, а ваше оружие там в чехле находится сзади. Гипотетически ваш пьяный товарищ, например, может его схватить, ну и так далее. У нас есть такая норма, я не помню, на томе в восемьсот четырнадцатом пациенте, скорее всего, там. Оружие вне места вашего постоянного места жительства должно находиться в недоступном для других месте. Это очень критерий широкого для танкования. Как его применять на практике, я еще не сталкивался, потому что этим занимается Росгвардия, и Росгвардия по лесу не бегает. Так вот, наверное, здесь больше вопрос добросовестности, опять же, касаемо того, что насколько те лица, которые хотят применять, полиция или Росгвардия, как это будет толковать, и как поменять, ну вот, мне тут достаточно сложно на этот вопрос ответить. Не знаю. Я сказал, что оно должно находиться в недоступном для других месте, но у нас имеет место быть транспортировка, ведь вы едете все в автомобиле, у каждого оно зачехлено. Других расширительных критерий транспортировки как бы нет. Но если мы сопрегляем транспортировку и говорим о том, о других месте, ну, в принципе, на мой взгляд, эти планы соблюдено. Не знаю. В принципе, я могу сказать, что мы вот после того, как этой весной приняли у нас в законодательство изменение про аренду оружия, вот, мы, когда, собственно, едем большой компанией, в последнее время мы стали просто друг на друга писать от руки доверенность. То есть, у нас там 5 человек едет, мы в лагере потом будем стоять, там, или где-то еще оружие зачеклено, но написано, потому что бы один раз у нас такое на дороге было, и с тех пор мы стали вот с этого года писать доверенность друг на друга, что мы можем, наш товарищ может пользоваться моего жилья. Меня больше интересует, я буквально две недели назад звонил и спрашивал, ребята, вы можете мне предоставить пример, как выглядит акт приема-передачи оружия, на что они мне сказали, мы его в глаза не видели, и как он должен выглядеть, они не знают. А вы каким-то образом используете свои данные? Да, мы просто дишем, да, вот я там паспортные данные, номер оружия, что разрешаю там мою товарищу пользоваться. у нас пока еще бы не пробовали, мы пока не останавливали. Ну, откуда-то все равно эта история возникла, то есть были президенты... Она возникла из... есть же документы, которые... для юридических лиц. он есть, прописанный в законе есть, то есть его... то есть вот новое изменение, которое были внесли, аренда оружия, там есть бланк, но для юридических. Там и физические лица есть в законе, в смысле, то есть бланка только для физиоэц нету, порядок, который будет. Но в принципе там только изменить конечные данные. Ну, мы так и поступили. Вот, а я к тому, что у вас конкретно есть случай, что кого-то останавливали? Пока нет, слава богу. Просто предполагается, что, может быть, такое может случиться. Вы, конечно, перестраховщики, молодцы. Я вот хочу немножко соли сыпнуть. Многие охотники, пользователи оружия и так далее, вот, многие возбраняются, а почему не придумали форму? Как только придумать форму какую-то конкретную, да, не смогли вы ее распечатать, не важно. Ну, вот, нету особо что-то совершить, да? Как только вы появитесь в лесу, инспектор тут же вам шлажда поставит вниз в свои руки, начнет проверять. Вот вы, мы с собой там что-то договорились, да, чтобы, ну, не нарушить ничего. Не потому, что вы нарушу тебя, а почему, что, к сожалению, так работает. Инспектор первый, до чего докопается, а соблюдена ли у вас скорбина, если там запятая лишняя и так далее, он и так был глазками хитрый смотреть, у вас обязательно там будет ошибка. Поэтому законодатель правильно не до конца урегулирует, давая вам возможности как бы самим эту форму устанавливать, но соблюдаясь на ней критерии, которые требовали здесь. И правильно делать. И молодец. Это как жилетом. Я на самом деле думаю, что я жуткий перестраховщик. Это весной, когда мы поехали в Бороджевскую область на охоту, мы ехали с двумя чехлами, ну, оружие было зачехлено, а потом в большой компанией пересаживались на автобус. Я повесил на чехлы замки и уговорил своего товарища. Вы не представляете, как он меня потом костерит, потому что он забыл тот, который у него был на этом замочке. Ну, он не мог его вскрыть, чтобы залезть туда. Но это опять правильно говорится, что перестраховка фактически. Вы сами перестраховались. Хотя не факт, что это получится. Ближе, ближе. А я так понимаю, что инспектор может просто любую машину в лесу остановить и проверить, или я что-то упустил? Нет, вот момент такой, что я немножко тоже начинаю угугляться в этих системах и узнаю. У нас нету обязанности останавливаться, потому что мы не знаем, что это за человек. У них нет определенной формы вида. жетон вот это вы видите достаточно тяжело. А инспектор, прежде чем остановить тебя, должен быть ну, не насколько уверен, но точно... Саш, как это точно нормально звучит у них? Я сейчас не буду здесь конкретизировать, потому что я там толком нормального. Не помню, как звучит. Там настолько тонкие грани, когда, 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 не может. Может, полномочия есть там, полномочия, обязанности нет. Обязанность возникает только, когда охота учить на этих. А по их мнению, не устранимые сомнения. Это производство на охотничьих инспектора. А охоту вы осуществляете, по их мнению, когда? Нахождение в охотничьих водах. У меня в Киеве просто случай был два года назад. Подъезжает рейнджер, инспектор, в дом человека, который защищал камеру, вот так стоит. И нажимаем направление микрофона. Не знаю, зачем, но не родится. Открывает машину, хлебе из двери, быстро документы, производство инспектора, а не из них, а то вообще непонятно чего. Он говорит, «Так, ребят, вызывайте полицию?» Вызывают. Досмотрение в автомобиле ничего нету. Они осуществляли за ним погону. Полоночи заканчиваются в ровно-заселенном пункте. Все это было напрочь нарушено. Но разговор не об этом. Пишем заявление о лишении статуса. Я уж не помню, как правильно звучит, но там на год, по-моему, прекращают полоночи производство обучения инспектора в связи с нарушением порядка осуществления контроля. Нам уполноморщенный орган пишет, «А ребята вот эти не вот те, друг друга лицо знают». Это же шутка была. Офига себе шутка, да? Человека 150 тысяч ущерба, которые экспертную оценку сделали и не заняты в грамоте. Откуда он знает, что за дядьки жирные делают за ним в лазике, не зная границы, кустовки, в песне зная поежневки за ним? Ну, конечно, он знал, но тем не менее он все-таки природоохранная прокуратура внесла представление того очень многому, который взял на решение наград. Ну, вот вам случай интересный, конкретный. Когда можно, когда не можно. Я думаю, что, сдав экзамен производства охотничий спектр, успешно забывать чем-то вообще спит. Саша, давай я подытожу немножко, чтобы все было понятно. Первое. Насколько я понимаю, совершенно недавно ты получил письмо от генерального, назову это так, винприроды основного, которое разъясняет, что приравнивается к охоте, в котором они сделали ссылку на Конституционный суд, где сказали, что охота признается с наличием оружия или с накаждением оружия в охотничьих угодьях в порядке ведения охоты, то есть в тот момент, когда охота проводится. И вот у меня тогда вопрос. У нас сегодня просто такая дискуссия, одни вопросы к тебе. Если они признают то, что охота и с накаждением охотничьих угодьях с оружием признается охотой только в момент ее ведения, то есть, как это в правилах написано, ведения, преследования, добычи и все остальное, то они, как генеральный законодатель и правил, и закона, передающие в исполнении дальше департаментом и министерством не контролируют вообще, что ли, как они трактуют это и право применяют. Мне вот этот момент непонятен, ужасно, потому что этих писем у половины охотников из главного Минприроды, где им говорят о том, что просто нахождение с оружием не приравнивается к охоте. Ну, в зачекленном, в каком угодном виде. А ты приводишь пример из Кулганского департамента Минприроды, где тебе написано в любом виде, незачекленным, расчекленным, и вообще даже, если только один приклад, все это охота. Добро пожаловать в Россию или что ты мне хочешь сказать? Нет, так ругаться не стоит. Все у нас нормально с этим, с правоприменением хроманом. Я забыл дополнить одну вбеху важную. Кулганский департамент ссылается на определение Верховного суда 2009 года. В среднем я опять же вскрикнул, что закон об охоте у нас в 10-м году был. И вот они ссылаются, когда после этого были конституции суд, там, чем-то еще. Мне это очень сильно удивило. А, что касается разъяснениями природы, они же не являются нормативным правильным актом. Хотя у нас есть такой закон 247 ФЗ об обязательных требованиях. Очень хороший человеческий закон, но он не применяется и про него все забыли. Уполномоченный орган, когда разъясняю, в конце пишет, я вот хотя вроде как бы и уполномоченный орган в этой сфере, но мне не уполномоченный разъяснять, но тем не менее у меня мнение такое. А там есть норма, который говорит о том, что если полномоченный орган разъясняет, то как бы оно должно так и быть. И есть смысл их разъяснений и должен расходиться со смыслом законодательства. Что мы видим на практике? Кто в кого плевет, я не знаю. Вот охотники привлекаются и привлекаются и привлекаются. И это стало вот с этим путем 4 правила охоты, да, 447-го приказом природы. Просто долгодатная почва. Как с этим бороться? Ну, бороться надо. Хорошо, какому-то там вот во голову стучало, сказал, вы там вот ребята делайте так, оно не работает, и никто так не делает. Все они сами по себе. Россия масса огромная, охотничьи, их угодья. Миллионный гектар в Сибири измеряется. Тайга закончена так норма, не говоря уже о упомолоченном органе, который живет сам по себе. Независимо от Минприроды, вот эти мелкие требования, на мой взгляд, они не исполняются. Человек не главное. Спасибо, Саш. В общем, все, что я могу сегодня пощеркнуть из диалога с тобой, получается, сам предмет транспортировки оружия по охотничьему хозяйству, по охотничьему угодью в России, как показывает практика, не применяется, он не существует. Единственная транспортировка в непонятном моменте существует только, когда у тебя есть разрешение на охоту. Сама по себе без разрешения ты ни в каком виде транспортировать оружие не можешь, потому что это все будет приравниваться к охоте. Несмотря о разъяснениях, что такое транспортировка, что такое ношение, все это сейчас приравнивается Я не хочу твоих комментариев, мы об этом уже сегодня говорили, я хочу просто двигаться дальше, у нас не так много времени. Помимо изменений в новых правилах охоты, в том числе имеющиеся изменения, которые на сегодняшний день есть в формате осуществления охоты загоном или коллективом, которые предусматривают использование специальной сигнальной одежды, в том числе нас предупредили, что в 2005 году или в 2004 врать не буду, нам эти правила много изменят. То есть если раньше было строго, какая одежда, какой порядок использования, то сейчас немножко эту систему упростили. Но я знаю, что существует уже судебная практика, в том числе и существует такая судебная практика у тебя, где людей наказывали за отсутствие жилетов или специальной сигнальной одежды в охотничьем хозяйстве не во время проведения охоты, а во время заезда на охоту, еще до того, когда люди вообще в принципе составили документы и списки на добычу и приступили к этой охоте, находился в охотничьих уходах на коллективной охоте во время проезда к самой территории охоты не в жилете в автомобиле виноват. Валерий Петрович рассказывал историю, когда водителя за это наказали. И вот здесь возникает вопрос, самый большой. Порядок применения жилета. Вот очень плохо, что здесь нету никого из департаментов, которые вы могли эту суть объяснить. Или, по крайней мере, из тех департаментов, где эту норму применяют. Что из дома вышел, жилет одень, если поехал на загонную охоту. Как бы это тупо не замечало, но, к сожалению, ребята, это так. На сегодняшний день есть судебная практика, людей наказывают, людей лишают оружия. Я по этой теме хочу попросить высказаться от Алексея Белькова. Алексей Викторович, случалось так, что тебя наказывали за отсутствие жилета? Нет, меня не случалось. Мы с Валерием Петровичем в последний раз как раз с этим столкнулись в автомобиле. Меня больше интересует даже другой момент. Вот я одел этот жилет, но нигде же не прописано, как я его одеть должен. Я могу одеть под костюм, я могу его вывернуть наизнанку. Вот, и, собственно, я честно скажу, я их жилет выворачиваю наизнанку. Мужка, стоящий кап, на охотенных копытных, зверь прекрасно видит эти светоотражающие полосы. Они нужны только в ночное время суток. Ни разу, правда, с инспектором я не сталкивался в таком виде. Но это тоже вот странная практика. То есть мы фактически с этим законом, то есть запретить людям носить красную одежду, потребуя, чтобы они носили только эти жилеты. Они фактически, ну, жилет строительный. Он нужен на светоотражающие полосы в ночное время. И новые изменения, вот мы с Александром Красноярсом обсуждали, они должны были это внести как раз, что на коллективных сделать любая красная одежда, а на ночное время со светоотражающими полосами. Ну, это где-то застряло в недрах департамента, вот, и дальше никуда не сдвинулось. Вот, ну, мы фактически людей сейчас поставили, вот, ну, так, мягко сказать, в определенную позу, что они должны эти жилеты одевать, как ты правильно говоришь, именно в момент, когда он вышел из дома. Вот, а нужно это или нет? Вот, и практика применения жилетов на загонных охотах часто же можно увидеть. Выходит зверь, смотрит на тебя в этом жилете и разворачивается, и идет в совершенно другую сторону. Потому что, извините, но ультрафиолет, он прекрасно различает, в отличие от цвета, которого он действительно не имеет. Понятная позиция, в принципе, но и не будем говорить о том, что люди, которые редактируют правила охота в последнее время, ничего не понимают. Я вижу, что приходят изменения, происходят изменения в положительную сторону, и остается глубокая надежда, что и в других моментах, в которых у нас вопросы возникают, мы все-таки эти вопросы решим. Я вот вам пример просто последний приведу, я очень долго думал, но если госохотинспекция или производственный охотинспектор имеет какую-то внутреннюю несправедливость, назову это так, что может не пойти браконьера в лесу ловить, а подъехать вечером мужикам на бивуак, костру и просто сразу 15 протоколов шлепнуть, и будь счастливым, потому что план выполнил, или кого-то наказать из-за того, что он на его жену в соседнем огороде не так посмотрел, что в принципе тоже из практики бывает, то в Белоруссии в этом формате, я подошел к ним, сегодня ребята в Белоруссии на выставке стоят и задал все эти вопросы, мне сказали интересные вещи. Дело в том, что у них то же самое было и в законе, и в право применениях. Но они отдельно, я уж не знаю, актами, правилами, дополнениями, вывели реальные участки нахождения в охотничьих угодьях, где до открытия охоты, при наличии путевки на следующий день, заранее, за двое, за трое суток, без разницы, людям можно находиться. Ты приезжаешь в охотничьи угодья, видишь озеро, и вокруг озера обозначены участки возможности твоего нахождения с оружием до открытия. То есть люди уже прошли это, мы почему-то это не проходим. И либо мы сейчас вот на этом пути, чтобы нам исправить эти ошибки, и чтобы виновные не страдали. Я еще раз повторюсь, куда бедно браконьеры должны быть наказаны. И раньше мы, в принципе, не обращали внимания на эти огрехи. Но сейчас за это, услышьте меня, людей лишают оружия. Да, безусловно, инспекция говорит, общественники говорят, мы не наказываем за это охотников. И в большинстве случаев действительно не наказываем. Но последний диалог с большинством из них заканчивается всегда одной и той же фразой. Вот я этого знаю, этого знаю, а вот этот хороший мужик, он у нас в обществе состоит. Да вы что? Да, конечно, открытие, это праздник, приезжайте, сидите. Да вас никто мальчишки не острофует. А вот этот из деревни, он за последние 10 лет ни разу путевки не брал. А по лесу постоянно шарахается. Как мне его ловить? И вот против него я и буду применять вот эту новую форму. Конечно, это удобно. Им тоже нужно работать, я понимаю, извините. Но когда случаются случаи, невиновный человек от этого страдает. И еще раз повторюсь, лишается оружия. Но это крах. Понятно, что решать нужно. В итоге мы вопрос этот подведем. В итоге я считаю, что в любом случае, если есть такие инициативные группы, как у Резников, которые принимают решения, если есть опыта Балов-Союз, которые обсуждают эти вопросы, это общественные организации, ребята, у вас членов огромное количество. Да конечно, в такую ситуацию попадут. Это у вас они сидят в районе, берут путевки, охотятся, и вы их не трогаете. А он поедет в соседнюю область и его там нагнут. Но это же у вас член, который вам платит взносы и надеется, что вы его будете защищать. Неужели вы об этом не думаете? Мне просто хочется своим спичем до этого достучаться. Еще одна норма, про которую мы говорим. Мало того, что она уже введена, так еще она претерпит видоизменения. Первое, значит, это внесение количества и добытых трофеев, а необходимости, необходимости их внесения. Насколько я понимаю, на сегодняшний день, если есть суточная норма, стрельнул сразу в носи, потому что иначе вот пошел, взял, тебя с ним поймают, до машины не успел дойти. Количество трофеев не внесено. Если сезонная, сезонка выписана, то вписывать можешь в конце сезона. Транспортировать, ездить ничего не будет. Не так? Поправьте, поправьте. Весной буквально ситуация была, вот я рассказывал тебе, Сережа, Рой, Жень. Мы с Сережей охотились на гуся, и вот нас было 8 человек. Мы, значит, добыли какое-то количество гусей. В общей сложности получилось, по путевкам мы можем добывать 5 гусей в день. 5 гусей одного вида, 5 гусей другого вида, 5 гусей третьего вида. По итогу, условно, там, 15 гусей. Но мы, поохотившись 5 дней, просто-напросто, находясь, условно, в одной и той же локации, написали, то, что мы с первого, там, условно, там, по 7 апреля добыли, там, 35 гусей. Вот просто вот. Написали на всех или на карту? Вот в одной путевке было написано, а метр, в миль, там, такой-то, там, путевка, добыл столько-то гусей. Все. То есть просто цифра 35 или 25, не помню. В итоге мы сдали путевки, и через 2 дня нас начали вызывать о том, что вы такие сякие, на вас административка, вы тут браконьеры, вы нахлобучили столько гусей, и у всех одинаковое количество. То есть, грубо говоря, мы там разделили на количество гусей, сколько мы добыли, на количество человек, и вписали. В конечном итоге мы, послушав этого охотове, да, естественно, как бы, замерничав, потому что административка действительно очень серьезная, позвонили в Псковский комитет. В Псковском комитете тучным голосом сказали, ребята, читайте, значит, правила охоты, там написано, если, грубо говоря, речь идет, если в путевке написано, не уставлен и один гусь, а вот написано, там, 5, 3, там, и так далее, то вы, находясь в угодьях, перед транспортировкой, можете указать общее количество, которое вы добыли за какой-то определенный срок, и это не будет считаться нарушением. То есть, по дням не надо разбить? Нет. Нет. Вот понимаешь, в чем суть-то? По поводу того, что вот Александр сказал, на самом деле все очень жестко, вот, абсурдно звучит, но по факту очень часто наблюдают такую ситуацию. Допустим, в Воланце есть один государственный охотничий инспектор, не помню его имени, но те, кто был в Воланце, так или иначе с ним встречаются, потому что человек очень принципиальный, очень жесткий, он по канавам ползает, по полю ползает, у него там какие-то свои там маршруты, кротовые норы, он ловит бракош, который там с электроникой, там, или же там на квадроциклах гоняет, там, по зоне покоя стреляет гусей, и он их щинит. Щинит, причем так жестко, что вот, как бы, просто в том, что его сжигают дома, сжигают прокалывающие машины, там, проблемы не устраивают, но вот он, как бы, принципиально, вот он работает и, как бы, делает с точки зрения закона по-честному. По факту, в Воланец весной стягиваются со всей России народ. Вот я несколько лет подряд сейчас езжу, кого там только нет, из Екатеринбурга люди приезжают, с Москвы, там, с других каких-то данных, с Мурманска. Как этим людям быть без оружия за несколько лет, ну, то есть, вот, они приезжают за день, ну, все, кто на гусях охоте знают, да, что это, как бы, надо разведку провести, надо путевки оформить, надо скоротки сделать, там, геморрой и куча. Как им находиться? Но дело в том, что в данных угодьях контролируют это, ну, условно, вызывают эти все правила, вот этот охотный спектр. И его волнует, бухот ли, вот, на территории охот-угодий, до охоты, или нет? Его цепляет только это. А то, что ты находишься в угодье с оружием, не волнует. Если человек трезвый, он, как правило, не будет заниматься глупостями, если он адекватен. Но там другая проблема, реально другая проблема, которая уже не первый год портит людям охоту. Люди, дожидаясь 12-0-0, заваливаются на болото, где гус отдыхает, с полей десятки тысяч гусей поднимается, уходит на болото. И начинает его из-под фонарей там хлопучить. Соответственно, весь гусь в ночь, вот там, в час-два ночи, весь ошарашенный поднимается на крыло, не понимая, что происходит. И у сотни людей, которые там находятся в угодье, охота идет коту под хвост. Все старания, как бы... О чем я говорю? На самом деле у законодателя, ты прав, как бы задумка-то была борьба с браконьерами. Но и люди тоже, как бы, не совсем порядочные. То есть, как бы, для кого эти законы пишутся? Да, мы встречаемся с непорядочными людьми и с исполнителями, которые, так скажем, этот закон применяют, да, и фантазируют. Вот Александр Куша примеров, абсурдные, просто дебильные примеры. Это ужас просто. До такого идиотизма доходит, что утки нет, там, того нет, этого нет, и как бы будет добро. Но и люди тоже, охотники, не всегда молодцы. И правильно вот Александр сказал, что не каждый охотник хочет отставить свои права до конца. То есть, как бы, многие, правильно говорит, соглашаются. Я таких тоже знаю. Поэтому полностью согласен с тем, что нужно собирать какую-то инициативную группу. И если мы как-то можем на это повлиять, это нужно пытаться сделать. По крайней мере, чтобы потом не кусать локти о том, что мы не использовали хотя бы малейший шанс для того, чтобы это как-то скорректировать. Так за 25 гусей, это в итоге вам административку вычисли? Нет, нет, нет. Мы позвонили охотоведу, значит, сказали, что мы звонили в комитет, разговаривали с таким-то, с таким-то человеком, пожалуйста, позвоните ему, проконсультируйтесь. Он нам сказал, что мы, как бы, ничего не нарушили, потому что мы, как бы, добыли за определенный период. Он, как бы, присел, позвонил, а потом, как бы, по-честному, позвонил и извинился. То есть, вот, что он был неправ. Но это, как бы, редкая такая ситуация. То есть, если бы, ну, условно, там, Титова-Сережа, да, многие знают, там, меня там кто-то знает. Вот если бы у нас нахлобучине, на браконьерстве, это было бы очень, конечно, прикольное. Понимаешь? Это, ну, в том плане, что это было бы... Мы ждали. Все ждали, да, вы попадетесь. Сразу же можно в клинии сегодня немножко, так скажем, про гусей и про Беларусь. Это вы, себе, не то, что камень в огород, а сейчас поговорим, не Евгения. Ребята у меня весной на гусей в этом году ездили на Беларусь. Один известный человек, он занимается наукой, молодой парень, удивительный. Председатель охот общества, тоже удивительно. его купить это вся. Так вот, он говорит, сидят они в поле. Беларусьские ребята, бравые, вот у них действительно имеет место быть гибкая система перестроения нормативно-бравых актов под ситуацию. У них гуси добывают с 6 до 8. Или там, с 8 до 12. Стрельба. А здесь что происходит? Да, все добросовестные приехали. Вот отсюда и берется. Ты приехал заранее в его воде, начинаешь шакалить. Ну, конечно, тебе надо обуть, товарищ. Потому что ты революнат. Ну, зачем? Ну, неужели вы нажраться не можете? Господи, ну, будьте вы ценноизорженными. Слава Богу, в России культуру охоты, на мой взгляд, вот в современной, не знаю, интерпретации, молодежь, если мы можем себя вот с таким относить, ну, пускай покритикуют, но тем не менее, она немножко другая стала. Наши отцы, деды в фуфлайгах, немало циклах, там, мёрзлые, с дустоками ездили, проявляем, тут яймотанная изолентой, не забывая. У нас теперь по-другому стало, всё благодоступно, несмотря на то, что все говорят, что вот плохо, всё плохо. Да не всё плохо, всё с себя надо начинать. Всё не надо, а в 0-0 часов с фонарем по бассерному пить ездить. А пьянка, это всё как раз таки, оно отсюда идёт. Храбрая вода, даёт возможность идти в болото, ничего холодной воды. Я хочу, в случае этого весна, весна рассказать. Мы с вами, когда говорим про наказание, то есть люди пьяные, не пьяные, люди многие не понимают, что они вообще стреляют. В этом году в Владовской области ко мне приезжает пехотовед говорит, Алексей, надо определить, двух лебедей убили, кто сам, кто самец, его зачем тебе, он говорит, мне надо в протоколе это указать. Я говорю, какие лебеди у тебя, у тебя баллы тундрёновые, он говорит, нет, вот приколы, я говорю, что толку, он говорит, людям там уголовка, я говорю, уголовка, уголовка, если они внесены в российскую красную книгу, а эти внесены в региональную, за региональную только административка. То есть, они получают, опять же, пять человек, ребята, они просто берут на себя, всю ответственность, чтобы человеку не подставать, поскольку они его пригласили. Я бы, они с ними случайно потом ознакомимся, и говорю, что вы сделали, они говорят, ну, мой морд, на Мире он уехал, я говорю, административку, получили все пятеро, молодцы, то есть, ну, вот сам факт, то, что некоторые просто не понимают, что не в 12 ночи надо идти гусей гонять, они хотят стать первыми, то есть, все гусетники со мной, ну, знают в этот момент, ты стоишь, сидишь на поле, охутишься, обязательно находятся товарищи, которые вылезают вперед, встает перед тобой в полный рост, потому что он считает, что он будет первой, когда гуси полетят, то есть, это культура охоты, это уже культура охоты, и мы с вами ее просто нигде не пропишем. И к чему это все привело? Привело это к тому, что в охотничьих угодиях начали продавать поля, продавать поля, причем за бешеные деньги. Это в Оланце. В Оланце в том числе, в Псковской в том числе, в Новгородской в том числе. Я вот просто, сколько наблюдаю всю эту историю, дело в том то, что вся вот эта вот бескультура, которая вот в людях внутри сидит, вот это, вот как Гаврин Петрович говорит, у нас человеку нужно много лося и много гуси, желательно бесплатно. И люди начинают варварствовать, реально. Вот многие люди охотятся с жесткими перегибами, с жесткими просто перегибами. Они считают, что вот если вот летит, надо намесить. или там если вот если вот он, вот у меня человек, я сижу в Скоротке на Ладожском озере, ну в прибрежной зоне, в Новой Ладоге. Сижу, значит, в лодке. Слышу выстрелы с соседнего острова Скоротка. Звонит мне, значит, приятель. Он знает, что я буквально там в пяти сантиметрах. Подъезжаем, помоги, мне карбана надо затащить в лодку. Какого кабана? Значит, ситуация следующая. Потрясти, попросся кабан. Может, он там не сориентировался, может, я не знаю, там поплавать ему захотелось в октябре. Понимаешь, он с берега поплыл в сторону Ладоги. Он через камыш пробирался. Этот стоит в камуше. Он достал пулю, схлобучил у тебя кабана. И вот, надо знать, нахрен ты его стрелял вообще? Зачем? Давай скажем, что это было три года назад, чтобы прошло... Это было, на самом деле, пять лет назад. Не три, а пять, на самом деле. Но, реально, это вот в самом начале моя, так скажем, моего охотничьего пути. Просто мне вот непонятно эта жадность по сей день. Вот зачем? Вот зачем? Зачем у них мурманские на утку были? Все, все, все. Ну, вот, так и живем. По поводу нормы добычи, поскольку разговор в начале у нас прошел. Мы, на самом деле, разговаривали с нашим департаментом, когда вот, а надо ли вписывать туда? И департамент, говорит, было однозначно, при, неважно, в день или в сезон, ты вписывать должен сразу после добычи. Когда департамент... Наш, не буду говорить, кто это ответил. Хорошо, дело-то в том, что департамент говорит в последнее время очень много. Мне тут другу сказали, что он с луком может находиться только в вольере, а по закону запрещено. Так это в департаменте об этих вещах говорят, хотя три года как-то это решено везде. Так нет, самое интересное в другом, что вот, видишь, это не состыковка между самими департаментами. Одни говорят одно, другие другое. То есть, опять же, мы переходим к тому, что это личностный фактор. Точно так же, как с производственными департаментами. не говоря о методах привлечения. Вот буквально суд по жилету. Тверские двое ребят. 5 часов они кактились в муж. Прихали уставшие. Вышли мы из судебного заседания, я опрашивал инспектора одного. Он сначала вроде отвечал, немножко красне, а потом так встал, чувствовал себя вольвотно. Я говорю, мужики, зачем? Как законы такие плохие? Я говорю, ну подождите, ну мы же правоприменим. Жилет тоже. Человек идет по дороге, оружие зачехлено, двигается. Стой. Где же я в рюкзаке? Ты же, наверное, на охоте, так сказать, на коллективной. Для того, чтобы подтвердить, наверное, или не наверное, он должен быть уверен, как бы, и решить административку, в кавычках, шить. Определить два и более человека с учетной совместной деятельности на поиск, на свеженную, то есть коллективную охоту. До этого, до состава. То есть, прямо сейчас, не определил. Постановление, судья вынесла два, еще там одно было, три дела. Прекратила дело. Но сам факт меня вот этого вот идея, я говорю, слушайте, ну вот вас просто как бы никто не спрашивает, вот сейчас вот человек заплатит мне денег, да, за услуги. Мы вот днемся с вами сейчас, у вас кого взыскивать ущерб? Государство? А типа нам все равно. Нормально. Или они уверены, что мы не будем? Или они уверены, что им пофигу? Мне кажется, все вместе. Вот мне за них стыдно, правда, мужики. Вот честно. Смотрите, давайте по-честному. Мы сегодня здесь собрались не просто для того, чтобы обсудить, как все плохо, или как хорошо, или как оно будет, или как бы мы хотели это видеть. Дело в том, что мы уже, ну, не сказать, что борьба, это, наверное, неправильно, а эту тему подумаем последние два месяца, где дополнительно в социальных сетях мы столкнулись с огромным количеством комментариев, которые говорят нам о том, что надо что-то менять. Вторая половина громко кричит, но это на самом деле меньше, что вы ничего не измените, перестаньте людям морочить голову. Данный круглый стол, спасибо, что он состоялся, он как раз и призван для того, чтобы не морочить людям голову, чтобы человек понимал, в случае каких действий к нему будут применены определенные санкции. Так вот, если на сегодняшний день у нас все-таки существует проблема права применения, и мы никуда не можем ее деть, какие, по вашему мнению, у меня сейчас вопрос к вам, в том числе, старше к тебе, как, в принципе, наверное, к самому большему эксперту в этом вопросе из нас всех, мы действия можем провести к тому, чтобы изменить эту ситуацию. Да, безусловно, скорее всего, разговоры, они просто не помогут. Какие-то бумажки и писюльки, которые мы будем отправлять, возможно, тоже не поможут. Мы не остановимся на этом, и в любом случае будем делать возможности вносить в изменения законодательства и правил, для того, чтобы они пусть будут уточненными максимально. Если, как мы сегодня говорили, есть формат слова «приравнивается к охоте», почему не написать «запрещено находиться в охотничьих угодьях с оружием, с орудием вне сроков охоты». Напишите фразу «запрещено», чтобы раз и навсегда поставить точку. Уберите в понятиях «нахождение приравнивается и или». Уберите слово «и». Пусть у вас будет просто «или». Непонятно, для чего вся вот эта тавтология внутри. Как ты правильно мне сказал на днях? Нужна оценка хирологическая закону, потому что до сих пор непонятно, что они могут означать и кто как угодно может трактовать по-своему. Скажите мне, пожалуйста, обращаюсь сейчас к вам, Саш, тебе в том числе, ты первый будешь на тему говорить. Какой порядок наших действий на сегодняшний день может на эту ситуацию повлиять? Я тебе объясню еще момент. Люди говорят, давайте соберем петицию. Я прекрасно понимаю, что петиция так не работает. Как бы мы могли ее собрать? Последний пример это закон об оружии. Более страшная ситуация. Закон об оружии, который изменился. Контрольный спуск лбом бился целый год. Все ему помогали. 50 тысяч не набрали. Так это владельцы оружия, не только охотники. Их, извините меня, по 4,5 миллиона в России. А охотников, дай бог, действующих миллион, живых физических, которые что-то действительно делают. Мы не соберем никогда, извините меня, люди, кто просит петицию, мы не соберем с вами того количества перевеса, как Паша Пашков защищает медведя или волков, для того, чтобы на нас обратили внимание. Но какие-то действия мы можем применять и будем. Саш, дай, пожалуйста, ответ. Про экспертизу. Заказали министическую экспертизу в один из профильных институтов. Солк такой вот орудий охоты и вот эти и или человек, принимая инициативу, ждем. До этого никто не хотел. Почему? Потому что однажды спросили, а зачем это вам? Суд. Не, 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 мы не будем, мы государственный бюджет насчаждение. Не знаю, что он делит заказов. Потом, второе, глобальное, универсального решения нет. На мой взгляд, вот, я просто с чем сталкиваюсь, да, у меня много скрепных случаев на практике. Я и готовлю бумаги, даю людям руки, отправили. Один отправил, другой не отправил, тот, который отправил, не проконтролировал, а потом время ушло, нужна последовательность, это первое. Потому что написав одно письмо и сложив с лапками, ничего не происходит, а письмо это совсем мало. Вот в данном случае, что делать сейчас? Я и у меня в производстве, так скажем, я защищаю несколько, и человек шесть, потому что восемь уже не помню. У оборозьях три административных правоволюбшения. И каждая из них, те, кто проиграет, а те, кто даже не проиграет, то есть, по сравнению в себе стоит, мы все равно идем в качество носу. Пусть он нам напишет как-то вики вата, что уже много раз отвечали, и так далее. Ну, это будет свежее определение об отказе в принятии. Потом я антикоррупционный эксперт по экспертизе нормативных правовых актов и проектов актов. Я это в ближайшее время добью, начну это делать, и так далее, и так далее, и так далее. У меня в планах оспаривать пункт 4 приказа 477 природы России, то есть правильная охота. И не как-то в совокупности где-то на далекие планы его отодвинут, а именно, чтобы люди конкретно пошли воевать по нему, в кавычках, опять же, слово. Потому что его к ней применили именно так, как оно на самом деле сейчас сложилось. Вот надо использовать какие-то вот институты, те, которые непосредственно как-то сопрягаются и сталкиваются. Всяк, пишут в межфракционную груз, что я вот сейчас Владислав Матусовичу написал, то здесь не ошибся, к сожалению, там, или в его мнении. Резди, короче, чтобы все было понятно. неважно. Ну, это человек, видимо, и как бы, он достаточно очень сильно хорошо понимает, и они своевременно на уровне федеральной законодательства, по крайней мере, я и булируют это. Спасибо им большое. По курганской ситуации, я уж не знаю, как там, ответит, не ответит, нет, тем более, тем более, не за себя просил, а за этого человека. И человеку я бесплатно, кстати, помогаю. Мне там много домовредителей пишут, да ты бесполезна тебе, я это много раз слышал, ничего не бесполезно. Бесполезно сидеть, вот, что вытереть. А когда ты что-то делаешь, результат все равно есть. Ну, если это не совсем бестолковое занятие, конечно. Еще раз резюмирую, универсального решения нет. Ну, вот мы, Сергей Михайловичем, по крайней мере, сотрудничаем с журналом охоты. Мы у нас, да, прецедуруем. Мы работаем именно на благо охотников, чтобы, ну, как-то культура охоты или сама отрасль как таковая, если она есть, кто так считает, что нету, она была и развивалась. Прекратите преследовать незаконно. То есть, у нас порядок простой. С Минприроды бумаги отправлены, мы писали, ждем филологическую экспертизу. С фракционной группой работу начали. По плану собираем всю информацию, которую получим в данный момент от них на сегодняшний день, ближайшие 2-3 недели. Ждем от тебя информации в ближайший год, я думаю, не раньше, по правду судебной практики, потому что именно дела, которые связаны с нарушением в том числе пункта 4, ты сейчас и ведешь. И есть там, к сожалению, не можем сейчас пока рассказывать, как это правильно говорится, в рамках заинтересованности следствия. Есть интересные моменты, как же все-таки практика работает, и как люди избегают ответственности за то, в чем они не виноваты, и что им пришивает. Поэтому движемся сегодня в этом направлении. труд нелегкий. Единственный момент. Скажите мне честно и откровенно, вот кто здесь все присутствует, если кто-то готов высказаться. У меня всегда возникал вопрос один. Почему на сегодняшний день люди, которые принимают решение по поводу того, как будут выглядеть правила охоты в нашей стране, не используют, как это было когда-то в Советском Союзе, мнение общественных организаций охотников? Я не буду сейчас говорить, что каким-то образом там немножко, чуть-чуть принимает решение Охот Рыболов Союз. Но у нас же есть общество, для которого можно вынести, на основании которого можно вынести решение, насколько та или иная норма работает, как она применяется, насколько людям понятно, о чем им хотят донести в этих правилах. Почему не создается на сегодняшний день инициативная группа, которая бы могла предложить свой вариант корректировки правил охоты? Вот все ближе, я думаю, Алексей Викторович к этой теме, и он может на нее ответить. Я не могу ответить. Сергей Викторович, ты задумывался об этом? Нет, не просто вопрос о том, почему она не создается, но давай так скажем честно, что несколько раз же пытались создавать, и разные инициативные группы создавали. Подожди, создавать и написать, и отдать, посмотрите, мы приготовили, это совершенно две разные вещи. Нет, так и было. Ну, собственно, давайте вспомним, когда обсуждались правила охоты, и куча изменений, которые мы пытались пробить, как раз касались охоты на гусей, вообще на водоплавающих. И как, собственно, мы выступали, скажем так, в одной упряжке вместе с учеными, с подтверждением. Да, тогда, как бы к отдельным моментам, прислушиваясь, например, охоту, предлагали на юге увеличить сроки охоты на водоплавающих, но уменьшить их в осенний период. Что получилось? Получилось, увеличили в зимний период, но не уменьшили в осенний. И теперь, еще говорят, давайте и весной все равно сделаем охоту, а потом спрашивают, а почему на сутки нету? Почему ее и нету? Потому что вся птица скапливается там раньше. Мы так же просто не приняли. Приняли, услышали кусочек, но сделали все, но по-своему. Понимаешь, опять же, мы говорим про инициативную группу. Инициативную группу была создана, и мы пробивали, пробили момент. То есть он был сделан. Но вот с тем же связанным было с охотой по северам, в местах гнездования. Тоже тогда, собственно, с этим же было. То есть группа тогда, как бы, работала. То есть почему это работает? Нас слышат, но только вопрос, насколько нас услышат правильно. То есть мы, я считаю, что создавать группы надо. Ну вот, никто этим заниматься. Я никогда не забуду эту тему. Дискуссия была в московском консомольце. Да, да, да. Кто-то был из комитета, я не помню точно фамилию, и там был задан вопрос Софии Борисовны из Инфельд. А почему, если в Европе охотно гуся до февраля открыто, нам ее не разрешить? Вот такая пауза, и она говорит, потому что гуси весной у нас летят, а февраля не летят. И я тогда понял, что люди, которые задали этот вопрос, принимают решение, какие у нас должны быть правила охоты. Поэтому так. Ну вот, допустим, в продолжении гусей, краснодарские охотники, вообще вот эти южные охотники, где разрешена охота на серого гуся, все будут. Ну вот я сам ездил несколько раз на охоту, норма на гуся один гусь. Путевка стоит 4 или 5 тысяч рублей в день. В день. Понимаешь, да? То есть охота вообще лень. я этого не понимаю. Кубань, это можно одного гуся. 5 тысяч рублей гусь стоит. 5 тысяч рублей гусь, это причем том, что я должен 3000 километров с Питера, из Питера доехать до Краснодарского края. И когда мы с Титуром опять же... Это вы не там 25 штук подстрелили, чтобы я посчитал, сколько вы на охоту потратили. Это сказки. Значит, ситуация следующая, очень интересная. По две ситуации хочу рассказать, с которыми я лично вот толкнулся. Значит, ситуация номер один. Мы поговорили с орнитологами и то есть там люди пишут письма о том, что увеличится норма на гуся. Норма на гуся не увеличивают, но когда задают вопрос орнитологам, из-за чего серого гуся становится меньше или влияет на его уменьшение, и охотников в этом списке нет. Оказывается, на уменьшение популяции серого гуся является фактором его беспокойства в момент гнездования. То есть это рыбаки, гуляющие... Когда охота, там весной закрыта. Понимаешь, да? То есть это не охотники уменьшают его количество, но почему-то об этом не слышат. Это ровно то же самое же с жилетами. Почему тогда вот сейчас открыли охоту, как бы что, мне кажется тоже, что какая-то странная, абсурдная ситуация. Охота на копытных у нас открывается, открылась в Петербурге 15 сентября. Заходят в социальные сети там сплошные грибы у людей. Листва и загонная охота открыта. Почему тогда перебью буквально? То есть это не только в Петербурге, это же везде. Я савалин с 15 сентября общаюсь сейчас, вот он говорит, взяли путевку, не путевку, а лицензию, группа поехали. У нас подольский здесь на охоту. Вот мы приехали, стали на номера, а лес битком на битгребниках. Вот у меня следующий вопрос. То есть один комитет говорит, охота разрешена, 15 сентября охотьтесь. почему тогда грибнюков, я не знаю, какому комитету, грибнюков не обязывают одевать жилеты, просто под риском того, что их могут там просто банально пристрелить. Ну, как бы не со зла, ну, как бы вот так вот может выйти, потому что, ну, вы же знаете, пуля дура, да? Вот. Это ситуация номер один, что по поводу гусей, это как на кто-то на лося отвлекся. Тоже вот такой момент. Ситуация следующая, которая реально коснулась меня. Значит, мы лежим на поле 8, 7 человек, 6 или 7 человек у нас было, не помню, вот, в Краснодарском крае. Налетает стая гусей, ну, штук 50 голов. Мы начинаем стрелять. Падает 4 гуся. Ну, я молодец, я стендовик, стрельнул трех, но путевка-то у меня на одну, я об этом даже не подумав, потому что это коллективная охота, Сережа немножко шизанутый на эту тему, мы добыли 6 мусей, и... Сережа сейчас ликнулась, наверное. Он ему постоянно икается, у него этот, диафрагма там, вот так работает. Да, да. Ситуация следующая, я выкладываю это в наши социальные сети свои, и те, кто в материале, у тех в одном месте очень сильно зазвенело, что вот вы видите, путевка-то на одного, а у него-то на камере видно, что упало 3 всего от его выстрелов, ну, как бы там понятное дело, что там можно еще думать, да, мой это выстрел, не мой, так совпало, не совпало, это как бы дискуссия следующая, но по факту, как бы, охота-то коллективная. А вы что, в красных жилах так были? Нет. Но сам факт, понимаешь, бредовые ситуации, то есть, добыли-то мы по количеству людей то количество, но если человек, на коллективной охоте стрельнул больше своей нормы, но все вот, кто на гуся охотится, вы же сами понимаете, да, что там вообще такое, вот, когда вот балаган, когда гуси летает на тебя, там, стрельба идет абсолютно беспорядочно, и вот один гусь вот этот вот, то есть, вот человека, вот с нормы в одного гуся, априори можно нахлобучить прямо на месте, вот просто на месте, потому что он, сам того не желая, может там с одного выстрела двух гусей у нас стрелить, подстрелить. И что по итогу получается? По итогу получается, что, правильно говоря, что вся вот эта, все вот эти правила охоты, они не объяснены, не расписаны. То есть, пояснений нет, как с этими законами работать. То есть, вот, ну, ситуация-то реально разная бывает. Есть ситуация, когда действительно люди приезжают, выпили и достали стволы. Смотри, что я себе купил, как правило, это все вот начинается вот там у костра, как раз вот эта вот, да, все истории. А давай выстрелим, посмотрим там, кучность, некучность и так далее. Но если, как бы, человек, просто приехал и к нему приехали и предъявили, это как бы проблема. А с другой стороны, действительно, вот, правильно сказали, да, может, действительно, в замки вешать, что-то, да, там, какую-то норму, да, что-то, на чехле должен быть какой-то условно кодовый замок. Хотя, ну, проще, я уже думал об этом, но, скорее всего, норма не приняется, не у всех есть на это деньги. Это кейсы с возвратным механизмом, который программируется на открытие патронов. Но это чушь собачья. Так же, как и в Европе, на сегодняшний день, если ты пристегнулся перед полицией, они открывают автомобиль, отстегивают его ремень, вставляют туда устройство, которое показывает, когда был пристойный ремень. Что же со стволами, с порохом можно делать, когда в последний раз стреляли? Это, к сожалению, массово не будет работать. Не забывайте, Россия огромная. То, что работает в Центральной России, где-то там, на Дальнем Востоке, у нас работать не будет. Я что хочу, мужики, сказать? Спасибо, во-первых, что вы пришли. Итог сегодняшний все-таки подвожу следующим образом. Мы переходим в новый этап, это создание инициативной группы, которая готова сделать поправки и написать в спорных вопросах предложение Министерства природы об изменениях правил охоты. Я не говорю, что мы предлагаем написать новые правила охоты. Я говорю о том, что созданная инициативная группа, которую запустим не сегодня. Я знаю, к кому обратиться и всех желающих позовем, которые готовы безвозмездно помочь создать эти самые уточнения. Это следующий наш этап, потому что просто разговаривать все прекрасно понимают. Из года в год одно бла-бла-бла. В итоге ничем не кончается. Все, кто чувствует силы и надежды, давайте не то, что попробуем, а напишем и сделаем, будем добиваться, чтобы их услышали, приняли и рассмотрели. Потому что само по себе люди, сидящие там, да заберите их сами на почту. Скажите, что это придумали вы. Сделайте нашу жизнь проще. А у всех, кто хочет не бороться, а сделать жизнь лучше, по крайней мере, будет понимание, стоит опустить руки или все-таки что-то нужно изменить. Если у кого нет вопросов, я бы, может быть, заботчил. А если кто-то хочет одну минутку, я так взлостно пошучу. Три года назад, когда-то я ездил в один из полочной охоты на коллективе, на ООСЕ. И у них областной то ли указ губернатора, то ли что, 2002 года, правило охотку, закон об охоте на 2010 году, уступил в один из полочной охоты. И вот их вот этот вот нормативный правоакт субъектовый регулировал часть охоты. И когда нам не пригласили приедет, вот нас тут всех оштрафовали, 15 человек, ну, я знаю, что ездить и разговаривать, вот этот, когда уже все состоялось бесполезно, потому что, ну, бесполезно, но локтями меня толкнули и встали в уступление. Я говорю, ваш нормативный правоакт ничтожный. Дум! Ну вот как? Дум-дум! Ну, знаете, вот как тут суд зайдем, так или иначе. Все разошлись, все успокоилось, каждый год, знаете, как в фильме про Ван Хельсик, я его рецитирую, там, вампиры убивали по одному человеку в неделю, а вот вы вмешались. Я вмешался. Никто ничего делать не стал. Я тихим сапом, наверное, примерно около 15 бумаг я разъех не писал. Минприрода, Миньюз, прокуратура, субъекта правительства. И вот это длилось полгода. Где-то накануне последнего письма, которое в последовательном характере мне говорило, дорогу туда, где и все остальные. Ну, что ты хочешь? Все нормально. Посмотри, какое небо было бы. Через два дня приходит ответ. Александр Владимирович, вы знаете, у вас какая-то замечательная позиция гражданская? Мы закон-то обменили. Я так немножко охренел, пользователям пишу, я, ребят, вы как-то реабилитируетесь там. человек из Московской области, которому фиолетово это все. Но вот ради свербения, так скажем, и спортивного интереса я занялся. И после этого мне люди говорят и пишут, ты мне, ты ничего не добьешься. А если что без вас? Ассирий, дорогой ведущий. Всем спасибо за сессию, ребят. Спасибо. Спасибо. Спасибо.